Играет музыка Ну, счет – это отражение того, как мы работаем. Мы работаем на тренировках, мы стараемся доказывать. И это плод наших просто усилий и вкладывание в команду наших сил. Поэтому на поле все наглядно показывается. Несмотря на жару, мы вполне спокойно отыграли, довели матч до победы, заслужили три очка. На предигровой установке тренер говорил о принципиальности этого матча. Наверное, помнишь, в прошлом году потеряли здесь очки важные. Насколько это принципиальная игра для тебя была? Я думаю, не только для меня, для команды это любая игра сейчас. Конкретно для меня это вызов, это борьба, это старание просто до последнего пота. Поэтому Лакинск в том году нас, грубо говоря, обидел. Обидная ничья 2-2, которая, грубо говоря, нам перерезала все шансы на выход у вторую группу. Но в этом году мы собрались, спокойно матч довели до победы. Ты уже сказал о жаре, да, гидрометцентр говорил, что по области 30-32 трудно не только, наверное, бегать, но и сидеть на трибунах даже. Как ребята вообще с жарой справляются? Ну, я считаю, ребята нормально справились. Мы взяли мяч под контроль, грубо говоря, меньше беготни. Бегал больше мяч, чем мы. Поэтому мы спокойно справились, ребята все сильные физически. У нас хорошая подготовка, мы готовились к сезону. Мы готовы к любому исходу игры и к любой температуре. Ты в команде с самого начала. Вот Добрыня 2018 и 2019 какая посильнее будет? Ну, я думаю, 2019. Объясню почему. Потому что, я думаю, мы стали более сплоченными. Мы более как-то четко представляем себе задачу и цели. В том году, конечно, более как бы водная была. Пришли новые ребята. Кто-то ушел, но пришли на голову сильнее ребята. Поэтому мы просто одна команда. Мы стали сплочением. Мы друг за другом грызем каждый уголок этого поля просто. На неделе первый матч сыграл свой дублирующий состав в чемпионате Собинского района в первенстве. А следишь ли ты за ребятами? Да, да. Я смотрел. Я был на игре. Считаю, что у ребят все получится. Не надо вешать нос. У них была только первая игра. У них все еще впереди. У них прекрасные тренеры, которые их тренируют, им подсказывают, помогают. Я думаю, все у них получится. Следующую игру дублирующий состав проведет именно здесь, именно с этой командой. Твои напутствия как капитана, дублирующий состав. Чего предстоит им? Ну, если им предстоит такая же жара, считаю, что они должны забрать мяч под свой контроль, как это сделали мы. И больше, чтобы перемещался и бегал соперник без мяча, нежели они. Ну, я думаю, им нужно просто слушать тренера, которым даст четкую установку на игру, и у них все получится. Спасибо, Андрей, с победой. Субтитры сделал DimaTorzok